Привлекать инвесторов, повышать доходную базу, поднимать сельское хозяйство. Такие задачи властям Ядринского района поставил глава республики. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. О недоработках и приоритетах в сюжете Дмитрия Ковалева. Близость к федеральной трассе М7 на экономике муниципалитета сказывается благоприятно. В районе активными темпами развивается торговля и придорожный сервис. Свои позиции не сдают и местные предприятия. За пределы республики свою продукцию поставляют мясокомбинаты «Молокозавод». Свою нишу заняли и ядринские сыроделы. Производители осваивают новые рынки и наращивают мощности. В целях наращивания объемов производства в текущем году на мясокомбинате планируется замена устаревшего оборудования, освоение новых рынков сбыта, на молокозаводе увеличение уже имеющихся производства мощностей по переработке молока, объемов производства торга на 50%, а также освоение новых рынков сбыта за пределами Чувашской республики. Ахиллесово-пята Ядринского района – сельское хозяйство. По итогам прошлого года аграрии произвели меньше мяса и молока. Сократилось в разы поголовье крупного рогатого скота. В муниципалитете больше стало необрабатываемых земель. Глава региона отметил, что ситуацию необходимо исправлять. В этом году дальше уже падать некуда, вот я вам скажу. Иначе вы, Ядринский район, будете в числе самых плохих районов в сельскохозяйственном производстве. Это во-первых. Во-вторых, касаясь бюджетной сферы, вот ни один провокатор не может здесь расшатать ситуацию. Все средства, предусмотренные в бюджете, мы по целевому назначению распределяем до получателей. В приоритете – развитие малых ломов в хозяйстве. За последние 6 лет 18 начинающих фермеров, фермерских хозяйств, выиграли грант на развитие своего хозяйства на общую сумму 22 558 000 рублей. В том числе в отчетном году трое на сумму более 5 миллионов. В муниципалитете достаточно пассивно продвигается и программа развития общественной инфраструктуры. Свои проекты на конкурсный отбор представили не все поселения района. С их глав особый спрос. Работаем проекты тоже на водобавке деревни Харамалы на 600 000. Что вам мешало до сих пор представлять? Тот же бюджет. Есть сельские поселения, которые по два, по три проекта представляют. Понимаете, они активные и так далее. А вот вы сейчас один проект и говорите тоже время софинансирования. Наше место Ядринского района не в хвосте. Наше место в тройке лучших муниципальных районов. И сегодня, конечно, правильно говорит глава, нам нужны амбициозные люди. Такие как Таня Юн, Николай Мордвинов, Валерий Лаптев. Безусловно, муниципалитет нуждается в прорывных проектах. Местные власти должны ставить во главу угла повышение качества жизни граждан. Об этом в своем послании говорил и президент страны. Озвученные Владимиром Путиным инициативы, отметил глава республики, должны быть реализованы. Вчера была цифра озвучена. 3 триллиона 400 миллиардов рублей на 6 лет будут выделяться средства на социальные обязательства. Выключая вопросы улучшения демографических ситуаций. Здесь докладчики говорили, кто-то, наверное, запомнил. 453 тысячи материнский капитал. У нас оригинальный материнский капитал. Пособие на первых ребенка, на последующих детей. Сейчас все дети многодетных семьях не будут испытывать дискомфорт, который испытывали, допустим, 7 лет назад. Неиспользуемых резервов у местных властей достаточно. Озвученные проблемы необходимо решить в сжатые сроки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.